здравствуйте друзья вы смотрите программу клиника доктора ведова в студии ведущий василий богданов наш эксперт юрий владимирович ведов руководитель основатель главный врач клиники тема нашего и встречи сегодня последствия коронавируса эта тема действительно затрагивает миллионы людей потому что огромное количество людей с этим вирусом столкнулась многие даже не подозревают об этом то есть они перенесли это не без симптом на ничего не заметив но вирус в организме побывал и какие-то последствия создал вот давайте поговорим какие чем это чревато как это понять и что с этим делать коронавирусная пневмония она ведет себя очень нетипично что у человека температура 36 и 9 он чувствует легкую слабость он идет делает кт а у него 30 процентов поражения легких мы смотрим такому человеку кровь на микроскопе у него количество там допустим эритроцитов и демоглобина нормальная она темнопольный микроскопе там видно что идет стаз идет разрушение эритроцитов то есть вирус он бьет первую очередь по эритроцитам по эпителию страдают сосуды может этого не чувствовать ну так легкой слабость и все и он может кстати списать эту слабость на что-то другое ну усталость там то есть это может быть и обычное в рви может быть обычное в рз поэтому конечно я всем советую обязательно на сегодняшний день если началась температура легкий кашель лучше всего сделать кт обычный тест из горла из носа он 50 на 50 то есть если тест отрицательный это не значит что нет коронавируса легкие не поражены да то есть у меня есть люди которые 8 раз сдавали тест потом делали кт у них 30 процентов поражения легких смотрите но многие люди опасаются сдавать кт ну потому что это ну во первых это излучение во вторых это значит пойти в клинику это возможность подхватить внутри клиники какую-то инфекцию потому что это место сбора всех больных тогда и так далее так далее как быть в этой ситуации ну по поводу отрицательного излучения я сомневаюсь что настолько оно опасно по сравнению с тем что потерять легкие да у меня вот буквально за три недели три человека у которых поражение легких 65 процентов один из них доктор медицинских наук зав отделения то есть люди при этом первые чувствовали этого они чувствовали только слабость у фибрильная температура 36 и 937 то есть это вот опасность как раз вот этого вируса что человек погибает и при этом он не понимает у него частично парализуется воля частично парализуется даже сознание психика поэтому конечно нужно кт в любом случае делать в крайнем случае вот ко мне очень много людей обратилась то есть можно по пульсу определить эту пневмонию тоже с какой-то степень вероятности ну я считаю на 90 процентов можно во первых можно на микроскопе посмотреть если идет стаз крови идет тромбоз и у человека допустим температура 37 и почти наверняка это это коронавирус да это коронавирус так хорошо чем чревато поражение легких оно чревато тем что ну в первую очередь если человек допустим священник или он певец если у него 50 процентов поражения легких образуется фиброз и человеку конечно намного сложнее будет потом петь потому что средний человек он дышит очень поверхностно и при дыхании используется одна четвертая часть наших легких но потенциально конечно этим у нас половина легких разрушена как это может проявиться для обычного человека то есть я понял вот в чем проблема мы в обычной жизни дышим чуть-чуть поверхностно то есть 20-25 процентов максимум 30 процентов легких получается что там 30 процентов поражено 40 процентов поражено человек это даже не замечает он может заметить а как это может проявиться ну в первую очередь в любом случае газобмен он со временем будет нарушаться до ухудшаться в данном случае будет страдать в первую очередь сердечно-судистая система появится склонность к консультам к инфарктам но тромбоз он уже как правило если человек заболел этим заболеванием он есть но здесь дополнительно еще огромное количество последствий если человек переболел но в первую очередь вот эта коронавирусная пневмония она понемногу переходит бактериально потому что первоначально антибиотиками лечить бессмысленно потому что там причина совершенно другая там нужно антивирусные нужны препараты антивирусные антикоагулянты но проходит какое-то время присоединяется бактериальная пневмония вот там если человек допустим речь с антибиотиками то потом нам нужно лечиться уже от антибиотиков потому что как правило и противовирусная и антибиотики антикоагулянты они разрушают флору активизируется отрицательная флора активизируется микоза активизируется кандидоз то есть если человек допустим попал стационар он пролежал там три недели и принял полный курс и слава богу если у него пневмония остановилась затем нужен долгий курс восстановления легких чтобы не было это фиброза вот как раз здесь необходимы дыхательные упражнения и потом конечно нужно опять создавать здоровую флору у женщин обостряются все женские все женская сфера гормональная сфера естественно и нервная проблема но больше всего страдает это сердечно-судистая система на это обратить самое серьезное внимание потому что последствия через 3-5 месяцев это вот как раз в первую очередь если немножко у человека есть склонность могут быть инсульты инфаркты как вы занимаетесь восстановлением человека который вот пережил коронавирус даже пусть в легкой форме вот какой с вашей стороны обычно назначается курс или рекомендации но у меня за три месяца прошло 70 таких пациентов часть из них я продолжаю вести если человек особенно он прошел стационар то там особое внимание ну в первую очередь что их уже несколько штаммов три штамма человек переболел одним штаммом у него выработались к нему антитела иммуноглобулин джи это не факт что он не переболеет другими штаммами а при этом если человек был стационаре у него иммунитет полностью сел конечно нужно срочно поднимать иммунитет в первую очередь конечно нужна правильная диета и взращивание здоровой флоры пищеварения но это вы даете рекомендации по питанию есть специальные препараты в первую очередь я работаю с желудочно-тишечным трактом потому что у ряда пациентов у них появились язвы желудка двенадцатиперстной кишки появился застой желчи это то что люди обычно напрямую не связываются с коронавирусом это могут быть какие-то застарелые заболевания либо вновь образованные после коронавируса да даже не после коронавируса коронавирус конечно может разрушать лимфоидную ткань иммунную ткань которая находится как раз в кишечнике но дополнительно если человек прошел курс лечения в стационаре практически сто процентов вся флора пищеварения она разрушается ее нужно взращивать заново чуть подробнее что вы делаете для этого я использую два препарата которые мы сами создали вот именно когда только начинался коронавирус первый препарат мы назвали его тишечнику с он очень быстро восстанавливает флору и при этом если человек сразу начинает его применять когда он заболел он активизирует выработку интерлитинов интерферонов то есть как раз активизирует иммунную систему к борьбе с вирусом и довольно быстрое восстановление тишечной флоры второй препарат вести гастро он довольно быстро убирает состояние предъязвенное язвенное активизируется хеликобактер у ряда пациентов он тоже помогает убирать его за две-три недели препарат убирает и язвы и хеликобактер то есть первое это значит наладить деятельность желудочно-кишечного затем я даю часть ферментов чтобы помочь работе печени у женщин нарушается цикл гормональная структура активизируется кандидоз другие микозы здесь конечно нужно уже специально такая противомикозная терапия но это мы уже подбираем индивидуально а для сердечно-сосудистой системы сердечно-сосудистая система она страдает больше всего здесь целая система в первую очередь это капилляротерапия это растирание бальзамами всего тела практически каждый день потому что первая мишень при коронавирусе эритроциты и по микроскопу мы периодически смотрим по капельте крови насколько у человека динамика улучшение крови затем есть несколько препаратов и гомеопатически это анти-эйдж это как раз препарат для восстановления крови и эпителия но мы по нему отдельно даже передачу потом проведем затем на микроскопе мы обнаружили что помимо разрушения эритроцитов количество лимфоцитов иммунных клеток снижается в два раза поэтому обязательно нужны иммуномодуляторы в данном случае вот использую активно тамерит он сейчас лицензируется уже клинические испытания прошли и скоро выйдет официально официальную продажу и ряд иммуномодуляторов мы готовим сами это натуральная иммуноглобулятора основанная там и на сагандале на женьшене золотом корне прекрасный препарат висисип противовирусный и это метагондриальный антиоксидант тоже вот во время этой эпидемии очень его активно пациентам даю и довольно неплохо он работает как противовирусные а вот юрий владимирович мы с вами говорили о том что особенно это касается тех людей которые действительно переболели прошли стационар но гораздо больше в разы в десятки раз большее число людей не прошли стационар но у них есть ощущение да что где-то они там кашляли где-то чуть повышен температура где-то слабость они возможно перенесли этот этот коронавирус на ногах не придав этому особое значение но вот сейчас возможно задумаются после нашей передачи что а последствия какие-то остались может быть мы чувствуем что-то не то там в том же самом желудочно-кишечном тракте там там одышка какая-нибудь что-то еще но не связываем это с коронавирусом вот что делать в этой ситуации когда такие люди приходят первую очередь я смотрю конечно пульс потому что это я считаю самая точная диагностика смотрю на темнопольном и светлопольном микроскопе состояния крови обычно на микроскопе вся картина и по пульсу вся картина и сна потому что даже если человек не заметил пневмонии посредстве все равно они будут потому что даже на уровне жкт потому что у людей начинаются запоры поносы у людей начинает скакать давление у людей как правило слабость и в данном случае если мы обнаружим что человек переболел пневмонии и там поражение было 40 50 процентов конечно здесь я даю довольно такой большой курс лечения и иммуномодуляторов и дыхательных упражнений и обязательно диету ну это мы сейчас говорили да это целый комплекс тогда последний вопрос по вашей практике я понимаю что каждый случай заболевания индивидуален тем не менее по вашей практике а сколько времени занимает курс восстановления ну какой-то усредненный я не знаю и в какой бюджет примерно это может обойтись если человек вышел из стационара я боюсь что уйдет много месяцев чтобы опять вернуть его нормальное состояние потому что препараты очень сильнодействующие и там может уйти 4-5 в смысле препараты которые применялись в стационаре до действующие и на восстановление может уйти 4-5 месяцев минимум если человек перенес дома и допустим если он лечился у меня у меня как правило натуральное лечение то на это может уйти и месяц-два и примерно на какой бюджет нужно рассчитывать в обоих случаях если человек допустим хочет продолжать принимать натуральные препараты и это может быть и в 20-30 тысяч за весь курс до за весь курс ну это вполне посильное средство если человек допустим рассчитывает на 2-3 месяца и более такое сильное лечение при более сильных поражениях может это доходить до 100 тысяч но зато быстро ну не то что быстро по крайне мере у него все функции они придут в нормальное состояние спасибо дорогие друзья вы смотрели программу клиника доктора ведова эксперт наш юрий владимирович ведов вел передачу василий богданов до новых встреч